Всем привет! Решила начать свое видео с готовки. Я уже подготовила противень, обернула его фольгой. Обычно всегда я так делаю, его потом легче мыть. Нарезала уже баклажаны. Буду запекать овощи. Баклажаны нарезала такими полукружочками. Поперчила, посолила, добавила чеснок гранулированный, сушеный, перечную смесь с лимоном и соль. Все это сейчас перемешаю и выложу на противень. Баклажаны я выложила. Дальше я порезала вот так морковку брусочками и болгарский перец. Но болгарского перца у меня был всего один, поэтому моего мало и морковку. И все это сейчас буду выкладывать вот сюда на противень. Мы очень любим такое блюдо. Получаются запеченные овощи. Полезно и вкусно. Вот так все получилось. Тут у меня баклажаны, морковь, болгарский перец, помидоры я порезала дольками. И это у меня был замороженный шпинат. Его я тоже сверху выложила и сверху посыпала вот такой приправой, паприка копченая. Приправы у меня хранятся, у меня их немного, мы не особо фанаты приправ, но у меня хранятся вот в таком ящичке. Правда надо порядок навести. Вот очень удобно, практично. И вот такое масло я купила, спрей. Я уже побрызгала, у меня камера включена была. Вот так. И в духовку минут на 20-30. Покажу вам, что получится. Так, овощи стоят в духовке. Здесь у меня был куриный бульон. Я отваривала курицу на макароны по-флотски. И немного курицы возьму, добавлю сюда вареной. Здесь у меня в бульоне варится картошка и капуста брокколи. И будет супчик. Добавлю сейчас вермишельку сюда, зелень и суп будет готов. Вот такой супчик получился. Здесь зелень, курица, брокколи, зажарка, укроп, петрушка. Сейчас это все закипит. Картошка еще, да. Закипит и я выключу. Дубль 2. Я тут наговорила и забыла включить запись. В общем, здесь у меня жарится вареная курица с помидорами и с луком. Здесь кипит вода. Сейчас я отварю вот эти макароны. Вот такой формы. И все потом пересыплю сюда в сковородку. И получится второе блюдо. Макароны по-флотски. Так что сегодня у меня и суп, и овощи тушеные, и макароны по-флотски. Вот такие макарошки по-флотски получились. Печка, как всегда, в ужасном состоянии после готовки на кухне. Я вам сейчас покажу просто жесть. Посуда гора. Вот так я готовлю всегда. Здесь грязный блендер. Это сейчас все надо будет перемыть. Я с утра не мыла посуду, так как у нас не было горячей воды. А в холодной мне очень тяжело мыть. Руки мерзнут. Поэтому сейчас буду прибираться на кухне и мыть посуду. Ужин готов у меня. Дальше я приступила к мытью посуды. Не люблю это дело. Ее накапливается очень много, особенно за вечер. Умываю я посуду обычно два раза в день, утром и вечером. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И перехожу в ванную комнату. Здесь также наношу средство на раковину. Хорошо растираю его и оставляю. После этого перехожу к мытии душевой кабины. Стекла душевой кабины я буду мыть вот этим средством новым. Саму кабинку, подон буду мыть средством Хон Стар. Я постоянно использую это средство. Мне оно нравится. Хорошо отмывает налет. Какие-то загрязнения. Очень хорошо дезинфицирую. Да, и сначала я мою поддон и только потом вот перехожу и мою стекла. Почему? Потому что если сначала я помою стекла, протру их насухо, начну мыть поддон, то стекла опять будут все в воде, в каплях. Их придется заново опять вытирать насухо. Поэтому сначала мою стены, поддоны, только потом стекла. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше перехожу к раковине. Налет от воды это что-то с чем-то. Постоянно приходится с ним бороться. Несмотря на то, что каждый вечер я слегка протираю раковину все равно. Но налет постоянно присутствует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я решила протереть стиральную машинку Только постиралась стирка, я развесила И стараюсь после каждой стирки насухо протереть машинку Вернее, не после каждой стирки, а после того, как уже полностью закончила стираться в этот дом Перехожу к полочке со средствами Так как у нас маленькая ванная и туалет Поэтому очень удобно ставить камеры, ракурсы выбирала очень долго Вытираю пыль и все складываю на место Субтитры сделал DimaTorzok Про зеркало я вспомнила в самый последний момент Я часто про него забываю Его, хоть протирай, хоть не протирай Постоянно какая-то пыль на нем Полы в ванной я не подметала, не пылесосила Так как каждый вечер, каждое утро я подметаю после песка, который оставляет ход Поэтому просто протираю Дальше я перехожу к уборке туалета Начинаю мыть унитаз Я уже хорошо промыла его ершком внутри Я не стала это снимать Вернее, я это сняла Но неудачно поставила камеру Так как у нас манит и получилось, что на камере красовалась только одна моя спина Продолжаем мыть унитаз Протираю его сначала губкой, тряпкой влажной, а потом сухими салфетками Все, убрала я ванну Немного будет шумно Шумит вентилятор наверху Все чистенько Душевая кабина чистая Душевую кабину обычно мы всегда протираем вот такими тряпочками После каждого купания просто протираем и все И обычно сильного налета воды, сильного нету Здесь все помыла, это кошачий лоток Здесь навела порядок Это полотенчики для лица Тряпочки для душевой Здесь спрей, дезодоранты Дальше здесь средства Вот это средство первый раз я использовала для душевых кабин Неплохое, мне очень понравилось Если даже есть налет от воды, неплохо отходит Вот это для стекол полное Г Вообще мне не нравится Оставляет разводы Не знаю, напишите у кого такой Но мне он вообще не понравился Мыло Мы в основном всегда берем дав Ленорополаскиватель Кстати, неплохой вот этот ваниш Он порошок отбеливающий Удаляет пятна и он очень хорошо отбеливает Я совсем чуть-чуть добавляю в барабан Когда стираю светлые вещи Мне вот реально очень нравится Обычные капсулы Жидкий тайт И жидкий порошок ласка Тайт не особо мне понравился Я обычно беру персил Но в этот раз что-то взяла тайт Маленький туалет Полочку протерла Унитаз помыла Полом протерла В общем, все чисто Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому